Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые болельщики, от традиции не отходим. Я попрошу ваших аплодисментов для команд, которые появляются на поле. Московское дерби, СФК Москва, Динамо Москва. Составы играющих команд. Московские армейцы выступают в своей традиционной красно-синий форме. Ворота номер первый Владислав Белогрудов, номер шестой Евгений Заверюха, номер тринадцатый Виктор Андрусенко, номер четырнадцатый Петр Капков, номер четвертый Александр Жарников, номер десятый капитан команды Роман Мишин, номер одиннадцатый Денис Верховский, номер седьмой Сергей Белоусов, номер восьмой Алексей Родин, номер девятнадцатый Александр Колесников, номер семнадцатый Сергей Пашкин, номер двадцать второй Алексей Французов. Динамо Москва выступает в белых футболках и голубых трусах Номер 12-й голкифер Андрей Мельников Номер 10-й Иван Мостриков Номер 8-й Роман Пачев Номер 9-й Олег Сваровский Номер 11-й Александр Корневичук Номер 4-й капитан команды Алексей Колбанов Номер 13-й Глеб Полков Номер 17-й Сергей Трушликов Номер 14-й Кирилл Сорокин Номер 7-й Денис Сорокин Номер 2-й Юрий Котов Номер 22-й Дмитрий Федоренко Главный тренер команды Максим Копейки Судейская бригада на этом матче в следующем составе Первый судья Виталий Левченко, город Москва Второй судья Юрий Зинчев, город Пенза Третий судья Алгита Куфа, Дмитрий Боянский Судья-хроновитрист Дмитрий Кисневский, город Пенза Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые болельщики Только что мы с вами посмотрели стартовый матч Валификации чемпионата России по пляжам и футболу Когда мы встречались Тельта, Саратов и подводник Ярославль Со счетом 9-ти победу одержала Саратовская Тельта Ну и сделала весомую заявку для того, чтобы оказаться в трюльке команд Которая отправится в российскую пляжную футбольную Суперлигу Ну и теперь свой стартовый матч за квалификации Проработят московские динамовцы и московские армейцы, дорогие друзья Столичная Дельба Есть очень много чего можно рассказать об этих командах Об этом матче непосредственно Но потихонечку я буду это делать, дорогие друзья В первую очередь я обязан отметить, что обе команды В прошлом году выступали в Суперлиге российского пляжного футбола Но по сумме двух этапов, двух первых этапов Не попали в Суперфинал чемпионата России И не очень рядом, как там, где пролетают на третий день Так вот, не попали в Суперфинал чемпионата России Автоматически не попали в Суперлигу на следующий год Ну и вот таким образом В этом году через квалификацию Динамовцы и армейцы прорваться в российскую Суперлигу пляжного футбола Так что опыт поступления в Суперлиге есть на утех у других Но что касается достижений этих коллективов То, пожалуй, главное достижение на щеку московского Динамо Так как в прошлом году московские динамовцы Вышли в финал Кубка России по пляжному футболу Там уступили Но, тем не менее, в этот финал Кубка России По сути, первый год собственного существования Надо признать очень большим успехом для команды Динамо Москва Ну, соединенных успехов у армейцев не было Поэтому вот в этом сезоне ТСК борется за право попасть в российскую Суперлигу Ну и там возможно наделать шоков по-настоящему Я не могу не отметить также, дорогие друзья, что московская Динамо Чемпион Москвы сезона 2012 года Можно сказать, что одно такое достаточно крутое достижение Итак, все, внимание на поле, дорогие друзья Три периода по 12 минут игрового времени нам с вами предстоит посмотреть В случае ничьи Дополнительное время три минуты Но и если овертайм не выезжает победителя С серии пенальти до первого промаха Как я уже говорил, с той же разницей, что за победу в серии пенальти Или в дополнительное время команде присуждается не три, а два очка Супер результативная первая игра В которой мы увидели с вами 16 забитых мячей Но, как я уже говорил, вряд ли стоит ждать от столичного дерби столь же результативного футбола Супер, я думаю, уголов будет забито намного меньше Но игра, я полагаю, получится очень и очень интересная Пока что каких-то стопроцентных моментов ни у той, ни у другой команды не было Пока команды находятся в стадии разведки Как мы уже говорили, первый матч в столь старатичном турнире предельно важен И одержавшую победу, может в итоге оказаться на вес золота А золото, в втором случае, это места с первого по третье Только лишь четвертая команда, только лишь четвертое место не попадает в Суперлигу по итогам квалификации чемпионата России Не могу не ответить, что обе команды пригласили в этом сезоне под свои знамена новых сил Ворота Динамо защищает многолетний футболист московского локомотива Андрей Береков Ворота ЦСКА защищает воспитание Санкт-Петербургского футбола Выступавший много-много лет в составе команды ИВС из города Санкт-Петербург Владислав Белогруда Теперь он выступает за московские поезда И сейчас как раз Владислав Белогруда ходит мяч в руку За Алексея Родина И вновь через Владислава Белогруда Выправил полный футболист Попытка ударить по воротам Неплохая вполне Но пока что мимо Ну, молодой гол Дорогие друзья Мы с вами уже увидели в исполнении вратарей Сегодня Такси Браковский Отличался первой встречи Разголки торговли А Владимир Клазина Вот и Владимир Клазина первого раза в этом матче Нарушение правил Фиксирует орбитр Виталий Левченко В этом моменте И капитан Динамо Алексей Колбанов Будет пробивать штрафный удар Ну и как мы уже несколько раз говорили Штрафные удары в пляжном футболе С любой позиции Это всегда голевой момент Поэтому давайте внимательно смотреть за тем Как Алексей Колбанов сейчас пробьет пол ворота Забивание внимательно Браков Murray Снибудь Браков Пять официант Масовского «Динамо» и в четвертый Алексей Каукана. «Динамо Москва». Только Яши, только «Динамо». Только Яши, только «Динамо». Итак, с центра поля начинают армейцы. Удар поворотом, попадает полевого игрока «Динамо». Ну и здесь уже помечу Сергей. Масовский армейцы, надо признать и отметить полясты достаточно неприятную потерю. Поставить ФСК должен был играть игрок сборной Венгрии, очень сильный футболист Виктор Текете. Но сейчас параллельно нашей квалификации проходит Лига Чемпионов, в которой сейчас выступает Московский «Локомотив». Кстати, я одержал уже две победы Московский «Локомотив» над израильским и испанским клубами. Пожелаем, естественно, Локомотиву удачи в этой самой Лиге Чемпионов. Ну и вот как раз Виктор Текете, который в прошлом году выступал за ЦСКА, выступает за Венгриевский клуб в рамках Лига Чемпионов, но, соответственно, приехать на квалификацию не смог. Ну и надо отметить, что, пожалуй, это потеря для футболистов ЦСКА. Ну вот, что касается транспорта, усилились армейцы двумя футболистами из города Санкт-Петербурга, двумя футболистами, которые долгое время выступали за коробой Айбез, по Владиславу Белогрудову я уже сказал. Ну и обмечаем, что в составе армейцев нынче выступает Виктор Друсенко. Под тринадцатым номером тоже футболист, который долгое время выступал в составе Айбез. И внесящий играет Андрей Меликов. Но в этом эпизоде в песок его в глаза попадает, достаточно характерный эпизод для этого вида спорта. Ну и сейчас после небольшой фаузы придет к судьбе Андрей и, соответственно, игра продолжится. На того красивые цифры 4.44. Именно столько времени остается сыграть команда в рамках первого периода. Ну и по всем правилам фаерплей как раз Виктор Андреусенко отдает мяч соперникам. И футболисты Динамо будут развивать свою атаку. Три украинских легионеров, игроки сборной Украины в составе московского Динамо. Это девятый номер Олег Сборовский. Восьмой номер Роман Пачев. И одиннадцатый номер Александр Корнейчук. Это три игрока сборной Украины. И я отмечу, что сборная Украина одна из сильнейших в Европе. И наряду со сборной России блестящая сборная Украина прошла сбор на чемпионат мира. И в 2013 году сыграла на Таити на чемпионате мира по пляжному футболу. Украинская сборная, ну в том числе, как и естественно действующий чемпионат мира, сборная России, также блестящих пройдя отбор в Москве, попала на чемпионат мира и будет защищать свой титул на Таити в сентябре этого года. У города России мы также естественно пожелаем удачи на этом турнире. Есть еще один, кстати, да, очень приятный момент, который касается сборной России и ее главного тренера, но об этом в перерыве между первым и вторым периодом. Итак, по-прежнему 1-0 в пользу московского Динамо. Алексей Коубанов, капитан Динамовского коллектива, пока что автор единственного забитого мяча в этой встрече. ПЕСНЯ КОЕБях ПЕСНЯ КОММЕНТА Звучит музыка. 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 Звучит музыка.